Наверное, есть смысл сфокусироваться на, скажем так, не спорить по вкусовщине, потому что когда у нас были такие небольшие круглые столы на пятничных созвонах, достаточно редко, особенно на первых обсуждениях, мы упирались в такие штуки, что у всех разные вкусы, даже у интеграторов, даже у тех, кто много работал с PIA. И кто-то говорит, а вот лучше так крутить интеграцию, а кто-то говорит, что лучше эдак. Я бы, наверное, предложил от способа реализации пока чуть-чуть абстрагироваться, а подумать над задачами. Потому что самый первый вопрос, когда приходят задачи импортозамещения, надо задаться вопросом, а что импортозамещать и зачем? Потому что, скажем так, этот момент мы тоже видели косвенно, как минимум, не один раз, и у всех разные предпосылки, следственные и вводные ограничения и прочее. Поэтому бывает ситуация, когда импортозамещение, скажем так, в рамках престижа. То есть надо импортозаместиться, потому что надо. И когда начинаешь ковырять в сторону, какова экономическая эффективность, зачем и что, и как, что от этого выиграли? Оказывается, что не выиграли ничего, потеряли пару лет календарных на работу, огромный бюджет, а, скажем так, выигрыша какого-то экономического в итоге особо не получили. Поэтому я предлагаю, скажем так, отталкиваться от здравого смысла. Собственно, если говорить непосредственно про волнующий нас вопрос, это импортозамещение продуктов SAP, да, вот лично мое мнение, интеграционные продукты SAP, да, нечего их замещать, именно в плане как адаптерная часть SAP бизнес-сьюта, ну, их нет смысла никакого замечательного, что-то другое. Ну, раз уж вы SAP-сьют эксплуатируете, зачем вам отказываться от шины? Да, если вы с SAP-системой интегрируете что-то иное, да, там не SAP-система между собой, ну, окей, здесь действительно можно начать как раз тренироваться на кошечках, и вот такого рода потоки действительно переводить на какие-то импортонезависимые решения. Это, наверное, первый тезис, да, потому что, ну, импортозамещаться во что бы то ни стало, я вот пока до сих пор для себя не увидел какого-то большого смысла, да, кроме, опять же, вот этого вот момента престижа, сказать, что мы импортозаместились. Ну, если за этим не следует каких-то действительно бенефитов, пока непонятно, да. Особенно не видно бенефитов, еще раз подчеркну, когда у вас огромные ERP-хи, там, HANA всякие, EVM и прочие все еще эксплуатируются и будут эксплуатироваться там лет пять вперед, это оптимистично, а то есть и десять. Давайте, наверное, пойдем дальше. Вопрос, а на что импортозамещаться, да, и что действительно актуально в 2023 году? И здесь мы напаражем на такой момент, как мы с коллегами внутри обсуждали, да, там, с архитектурным блоком, так и на созвончиках мы иногда поднимаем вопрос. А вообще, нафига middleware? Да, сядьте, напинайте там какой-нибудь джавный сервис, или пускай вообще точка-точка между собой все общаются, вот эти вот от лазаньи к спагетти, вот, как мой архитектор любит напоминать, вот, и бог бы с ним, зачем вот эти вот дорогущие непонятные интеграционные платформы. И здесь я отчасти согласен, мне, как сказать, видится ситуация следующим образом. Сейчас вот рантайм, он не столь важен, сколько подход к управлению всем этим безумием, да, потому что раньше интеграционная платформа, то, о чем мы не задумывались, пока мы ей, ну, не все задумывались, пока мы ее использовали, она делала простые очень вещи. Она технически принуждала всех ввести, все метаданные интеграционных потоков в рамках одной платформы. И метаданные, и выполнять декларирование передаваемых данных, и следить за их, собственно, валидацией, верификацией, и прочие такие штуки, все эти делались органично в рамках одной платформы. И когда к тебе приходят и спрашивают, а какие у нас вот потоки есть в системе, ну, точнее, в ландшафте, ты можешь, словно, взять и провести такой аудит в рамках одной платформы. А теперь мы понимаем, что, ну, нет, это не так. И когда начинается история, там, какой-нибудь архитектор говорит, зачем мне ваше ESB с дорогущими специалистами, я сейчас вам Java Juno посажу, он мне за две копейки напишет записать в кавку, и за три копейки напишет прочитать из кавки. Как бы отлично, но здесь, опять же, важный момент. Я не против, пускай он так делает, но этот хаос как-то надо, собственно, каталогизировать. Это вот, наверное, второй тезис. Не столь важно. Я, наверное, давайте в таком порядке пойдем. Я сейчас тезисно накидаю некоторые вещи, а потом как раз начнем их обсуждать вживую, кого что за дело. Собственно, второй тезис, это действительно... Так, а какой первый был? Первый тезис был, что замещать и зачем. А, понятно, это я записал, да. А второе, на что замещаться или какой другой? Нет, второй, как управлять всем тем разнообразием инструментов, которые появятся. Ну, потому что заместиться на что-то одно, это уже утопия. Да, я записал, да, на слайде. С ростом количества технологий порождаются и соответствующие потребности. Кому-то хочется по HTTP по старинке, да. Кто-то говорит, да, в пень ваш HTTP, он тяжелый вообще, вот, gRPC наше все. И вообще бинарные протоколы рулят. Вот, ну и так далее, да. То есть здесь, соответственно, кому-то нужен месседжинг, да, синхронщина, гарантия доставки, ну, must-have. И вот кавка архитектурного мозга, как бы, да, вот бывает вот иногда и такое. Да, точно, да. Вот. И здесь, опять же, мы понимаем, что есть много инструментов, черт возьми, каждый из них свою узкую задачу решает лучше, чем другие. И вот здесь я говорю, прям, положа руку на сердце, да не быть отныне, скорее всего, единому интеграционному инструменту на всю компанию. Ну, потому что это, ну, мы будем обманывать сами себя. И самый, вот второй тезис, не столь важно, на чем ты крутишь, а сколь важно, как ты этим всем управляешь. То есть оркестрация интеграционных решений, планирование учета и реализации. Да, то есть надо где-то замести репозиторий как-нибудь. А потом еще со всеми договориться, чтобы, раз уж вы внедряете там разные технологии, чтобы методология была единая, да, и как-нибудь следить за соблюдением условных паттернов, ну, чтобы совсем уж прям дичь не делать. Это второй тезис. Третий тезис. Хорошо, мы поняли, что инструментов большое разнообразие, они предоставляют там, каждый говорит, вот, мы предоставляем столько-то функций, такие-то коннекторы и так далее, да, на поверку скрываешь, там, ну, либо camel, либо этот, как он, брокер, ну, либо что-нибудь, вот, какие-нибудь смеси и так далее. И здесь вот вопрос функциональных требований, он уже отходит на второй план, потому что, ну, сейчас каждый продукт, да, сейчас, в принципе, инструменты разработки настолько мощные по сравнению с 2000-ми годами, что просто садясь там и взяв несколько open-source компонент, любой разраб не будет сидеть и писать свой адаптер. У него он есть. Вот, вот, возьми библиотечку, и с большой долей вероятности она вполне себе сносно сработает. Соответственно, к чему мы приходим? Когда приходят такие продукты и упирают на функциональные возможности, на скорость реализации и прочее, это важно, это хорошо, но мы здесь сталкиваемся с другой историей. Не надо забывать, что мы работаем все в, зачастую, да, в крупных компаниях, да, то есть это все-таки enterprise уровень, и вопрос, насколько классны ваши функциональные там возможности продукта, он становится абсолютно бессмысленным, если вдруг это не понравилось информационной безопасности. Вот. И как бы здесь начинаются сразу вопросы, ребята, а как вы управляете версиями? А разграничение, ну, segregation of duties на этапе разработки, даже не исполнения, на этапе разработки, вот как вы это делаете? Как вы делите по пакетам? Почему команда А может трогать объекты разработки команды Б, а мы это еще и нигде не увидим, да, ни в каких аудитлогах? И встает вопрос потребностей к продуктам, что действительно, какие надо исполнять требования, чтобы это все влезло в enterprise, да, то есть обеспечение встраивания в pipeline, там, девопсовский какой-нибудь, segregation of duty на этапе разработки, на этапе эксплуатации и прочие вот такие вот всякие enterprise потребности, да, чтобы все было разделено, запоеблено, вот, и классно эксплуатировалось, и, опять же, как-то организованно, желательно централизованными инструментами внедрял, ну, разрабатывалось и раскатывалось. Вот, это, наверное, третий тезис, встраивание вообще в enterprise цикл, встраивание в enterprise жизненный цикл, да, любого продукта. Ну, и, собственно, я не знаю, действительно, можно, как я и писал шутливо в конце, можно обратиться к функциональным требованиям, да, записать один из пунктиков, он, наверное, будет самый маленький, но вот здесь я не знаю даже, а стоит ли, да, то есть, ну, какую сейчас задачу техническую не решить какой-нибудь там, каким-нибудь допилом, да, микросервису, там, еще что-нибудь в этом роде, да, не взяв какую-нибудь библиотечку, тем более, опять же, помянуя о том, что большинство проприетарных протоколов, они потихоньку уходят со сцены, хотя они все еще остаются, да, и для того, чтобы их поддерживать, мы и продолжаем использовать проприетарные инструменты, пока не выведем все это великолепие разом из эксплуатации. Соответственно, если есть пожелания, да, ну, Илья, можно включить в последнюю очередь, я бы это стал обсуждать, это четвертый пункт – функциональные возможности, вот, предлагаемых продуктов. Что именно включить? Четвертый пункт – функциональные возможности продуктов, предлагаемых, да, продуктов, инструментов и так далее, да, и пятый пункт – это уже совсем вкусовщина, это прям, если у нас останется время, в чем я очень сильно сомневаюсь, это, собственно, архитектура продукта, да, то есть архитектура среды исполнения и артефактов исполнения, ну, точнее, вид, да, артефактов исполнения, потому что, как мы знаем, сейчас многие любят вместо старых добрых монолитов и платформенных решений каких-то со своим ядром полагаться на распределенные контейнеризованные среды с микросервисами внутри, чтобы они там болтались и отдельного тюнинга не требовали. Ну, то есть пятым пунктом – это вот внутренняя архитектура продукта, среда исполнения и артефакты исполнения. Вот, наверное, как-то так, и вот здесь, ну, я бы предложил, наверное, начать, вот, чтобы призывать всех к внутренней дисциплине, начать все-таки с вопроса встраивания в enterprise цикла своего решения. То есть, когда вы что-то предлагаете, когда вы что-то внедряете и так далее, либо там приходит кто-то с продуктом, да, с каким-нибудь, как вы будете продавать этот продукт своей информационной безопасности и технологическим архитекторам, у которых там уже свои Nexus и прочие всякие плюхи накручены, наверчены, они говорят, вот у нас API есть, а куда его к вам подключать? Так, кто хочет высказаться на эту тему встраивания в enterprise, существующий enterprise и его привычки к пожизненному циклу нового интеграционного продукта, импортозамещающего? О, что за живое обсуждение, неживое практически. Просто задумался. Ну, на самом деле, здесь можно, наверное, начать потихоньку раскручивать, брать какие-то образцы open-source технологий, на базе которых некоторые продукты там, да, достаточно много сейчас развиваются, да, и попробовать их поанализировать. Я пока нет у кого-то желающего высказываться, я предлагаю, Илья, об тебя пообсуждать, вот, тебе об меня, а мне об тебя, вот. Вот, допустим, продукты на базе всякие карамелизованные, да, карамелизованные, очень действительно популярная история, взять Camel, который достаточно классный, простой, расширяемый до безобразия, до безвозможности, вот, и подумать, а как же, допустим, взять и организовать среду разработки так органично, чтобы никто, там, я не знаю, в продакшене, на месте ничего не крутил, чтобы, там, объекты разработок не пересекались между разными командами, да, то есть, вот, может быть, у тебя есть какие-то, я не знаю, может, ты видел какие-нибудь продукты на базе Camel, которые неплохо организованы с отдельными местами разработчиков? Ну, наверное, готового не видел. То есть, требования какие-то можно изложить, пообсуждать их, ну, не знаю, это мы погрязнем в деталях, наверное. Ну, а так, ну, должен быть гид, должны быть версии, должны быть права доступа, должен быть аудит, там, все это, вот эти нефункциональные требования, конечно, быть должны. Осторожно так выскажусь. Ну, да, на самом деле мне видится, что уже, наверное, нет смысла какие-то смотреть платформенные решения с оглядкой на то, как мы видели наши, опять же, старые, добрые, любимые, там, Sapnet Viewer и прочие, да. Да, уже платформа внутри себя не содержит прямо все компоненты, которые обеспечивают, там, все необходимое. Чаще надо полагаться, наверное, на какую-то экосистему инструментов, и здесь действительно, ну, segregation of duty на уровне разработки, это все-таки какие-то девопс-среды, там, какие-то пайплайны, работа через гид и полный запрет что-то корежить и настраивать напрямую, да, непосредственно в самом сервере приложений, да, если мы говорим про какой-то сервер приложений. Ну, потому что если ты берешь и там строишь что-то поверх Кэмела, да, то есть внутри, как ты потом разберешься, кто что менял, и насколько у него на это есть полномочия. Ну, тут, может быть, можно спросить. Да, говори Антон. Если прыгать со стороны того, что собирать сборку этих компонентов, то вокруг него сразу возникает следующий вопрос. А кто эту сборку будет дальше сопровождать, обслуживать и обеспечивать вокруг него окружение? Потому что, ну, вот как сейчас озвучили, озвучили хотя бы два, да, ну, по правде для того, чтобы интеграционную платформу интерпрайса уровня собрать, там будет гораздо больше. Но тут, как минимум, озвучили вот ГИТ и Кэмел. Вот, ну, соответственно, нужны стандарты того, как с ГИТом работать, как публиковать, как DevOps-цепочку собрать. Ну, может быть, Антон, я тебя немного перебью. У этого окружения строится достаточно большое количество команд, которые, а кто будет за это все отвечать. Внутри компании развивать это, ну, это, честно, очень дорогое удовольствие. Это уже начинается, как говорить, какой-то цифровой платформой большой. Ну, вот я бы перебил бы коллег и сказал бы так, ну, давайте упростим себе задачу. Мы все знакомы с ПИО, и давайте представим, какие компоненты ПИО, на чем мы сейчас можем сделать. Вот то, что сейчас обсуждалось, это раньше мы что делали? Давайте вот так. Мы ходили к базису. Базис – настрой там сервер. Базис – там разверни инстанцию. Правильно? То есть вот отвечая примерно на вопрос Антона, кто это будет делать, это будет в кавычках базис. То есть те люди, кто сейчас у нас базис. Вот они пойдут, настроят там всякие ГИТы и прочие там, прочие, прочие. Вот. Я могу задать вопрос, а на что мы заменим, допустим, ЕСР? Извини. А настроят, да, предоставить тебе ГИТ, доступ к нему и так далее, да. А кто будет продиктовывать тебе правила работы в этом ГИТе? Регламенты? Да, конечно. Я вот и говорю, что раньше, как мы действовали, допустим, по поводу базиса, я сказал, по поводу регламента. Что у нас происходило? Мы с вами все заходили на один и тот же сервер и там делали каждый, что хотел. Но когда там клали все в запрос, оно все как-то ехало. То есть уже у нас была группа людей, которые отвечали за то, как эти запросы поедут. У кого-то было там подключено все к solution-менеджеру, да. Кто-то руками носил, кто-то там кого-то, у кого-то не было прав, например, там, да, экспортировать, импортировать. Кто-то просил базис это делать. Вот. Вот ровно то же самое и сейчас будет, но только вот с этими инструментами. Как это будет? Да, конечно, вопрос, ну, зависит от этого, от инструмента. И какой будет удобнее, тот, наверное, и стоит, ну, тому и стоит поставить большую там оценку у себя где-то в блокнотике. Ну, здесь вопрос на самом деле как раз еще относится к тому, да, что тезисно там пока обсуждали в чатике, перед тем, ну, пока готовились, собственно, к сегодняшнему пимону, ну, здесь, наверное, стоит как раз вырисовывать некий образ ESB-мечты. Если уж что-то, ну, условно под ESB, мы здесь на самом деле подразумеваем любые интеграционные вертелки в комплексе, экосистему интеграционных вертелок, суммарно обеспечивающую не только, собственно, отработку там интеграции, интеграционных потоков, но и также все окололежащие процессы, это планирование, разработка там, учет и прочее. И здесь вот как раз есть вопрос, что, а должен ли продукт, ну, я бы подрезюмировал, должен ли продукт как-то уже сам подумать, когда там кто-то берется его разрабатывать, должны ли люди подумать, а как мы будем действительно-то встраивать в какие-то вот процедуры работы с внешними инструментами разработки, да, и системами контроля версии. Здесь по поводу того, кто это должен делать, что это какая-то цифровая платформа, ну, я думаю, сейчас достаточно много у кого такого рода площадки-то развиваются, да, то есть зачастую в компании все-таки какие-то политики уже существуют, и существуют процедуры, регламенты там, и конкретные специалисты, поддерживающие вот такого рода вещи, собственно, у которых есть гиты, правила разворачивания гитов. Наверное, готовы там разворачивать какие-то домены под отдельные продукты или проекты, вот. И здесь, ну, естественно, говорить о том, что к нам пришла новая интеграционная вертелка, а у нас вообще мы в первый раз увидели там какой-нибудь Nexus, да, либо GitHub, и у нас вообще мы все сидим на проприетарных платформах, и слыхом не слыхивали про новые какие-то вот эти вот ваши пайплайны и прочее, ну, нет, нет смысла под это все отдельно разворачивать, да, нет смысла такой компании отдельно строить свою политику работы с ванильной разработкой, да, условно, там, и с такими инструментами разработчика, созданные на базе там гитов и прочих вещей, просто потому что к ним пришла какая-нибудь кэмельная интеграционная вертелка. И сама суть вопроса-то, она и стояла, не как построить вот эти интерпрайс-процессы вокруг нового интеграционного продукта, а как интеграционный продукт встроить в интерпрайс-процессы. Ну, то есть подразумевается, что они уже есть в каком-то виде. Леш, вопрос понятен, давай тогда коллегам всем дадим высказаться по разу и запишем эти мнения. То есть тезис я этот записал, плюс, еще раз повторю идею, у крупной компании уже есть CICD, если она пишет там, допустим, на Яве что-то или что-нибудь там мобильное приложение разрабатывает, либо даже если она сама не пишет, но заказывает разработку и настаивает, чтобы эта разработка собиралась на ее мощностях, исходники были в ее ландшафте, и это было подконтрольно владельцу, тому, кто платил и заказывал, а не просто так, что кто-то приносит джарники или докеры со стороны, деплоит и уходит. То есть считаем, что это пререквизит для того, то есть CICD в каком-то виде внутри корпорации есть, вот, и давайте, коллеги, в этом смысле дальше каждый высказываемся по очереди и записываем интересное мнение. Ну, от себя могу сказать, что, допустим, просто тут молчание было, сейчас минуту я тогда договорю, то есть, допустим, что есть какой-то внутри там ОКД, ну, как у нас, например, это ОКД хостит приложения, эти приложения там внутри корпоративные самые разные, и получается, как один из примеров, что наша интеграция, это может быть набором этих приложений, хоститься там же, собираться там же, и быть с точки зрения корпоративной архитектуры просто очередным большим там или небольшим приложением. Я все пытаюсь, ну, как бы, любая, любая разработка является сама по себе, ну, у нее есть жизненный цикл, и нужно ее сопровождать. И тут в вопросе, ну, как бы, встраивания в enterprise особо я, честно, не очень вижу проблему, за исключением того, что, насколько это встраивание... Ну, так, вот, опять-таки, мы все из сад мира, и для нас определенная дикость, я думаю, для всех, большая часть корпоративных приложений, которые мы сейчас получаем из коробки, их взаимодействие с, вообще, с управлением изменениями в плане переноса, переноса изменений из одной среды в другую. Последнее, вот, мне до сих пор, я вижу ситуации, где изменения в систему вносят, видом копирования исходного кода в продуктивную инстанцию. Прям при мне это делали, чуть со стула не упал. Здесь вопрос от того, что мы хотим, ну, в смысле, для того, чтобы как-то встроиться, оно должно скорее отвечать вопросам транспортной системы, к которой плюс-минус мы привыкли. Означает, что все наследие разработки должно действительно ехать и управляться. И я боюсь, что просто для нас это как критерий должен быть приема таких приложений, таких платформ, да, в эксплуатацию. Это обязательно корректное управление изменением конфигурации. И как оно именно это сделано, с учетом технологий, без разницы, но он должен поддерживать такой процесс из коробки или иметь соответствующие типы адаптеров или еще чего-то, чтобы обеспечить быстрый старт к имеющимся популярным, может быть, инструментам управления. В идеале, конечно, иметь возможность в едином инструменте управления версиями, GitLab, GitHub, GitHub просто, иметь возможность сказать, релиз и все остальное берет на себя конвейер сборки. Хотя бы так, но мне, по крайней мере, очевидно, что он должен быть. И контроль версий в том числе позволит, уровень транспортного переноса, позволит хорошо и надежно строиться в интерпрайз, который хочет не быстро, но хочет скорее надежно. Ну, в первую очередь надежно, а в вторую – быстро. Вот. И сделать надежно нужно пожертвовать немножко скоростью. Но идеальный продукт должен интегрироваться в культуру, наверное, DevOps, да, если правильно, то, что мы просто и не называем DevOps, мы называем просто как транспортная система, базис-привет. Встраиваться в культуру DevOps. Пусть она будет там современной, будет неплохо. Если она еще и сможет встроиться магическим образом в существующую другую систему, ну, допустим, каким-то образом можно использовать CTS Plus для этого, это будет интересно. Но в целом это не нужно, более интересный инструмент существует, но обязательно поддержка культуры DevOps, возможности управления развертыванием и деплоем должно быть. Честно говоря, мне еще обычно втыкается в этот вопрос не только управление конфигурацией в плане управления исходными кодами, когда мы процедуру маппинга хотим поменять. Но сюда же аккуратненько подцепляются вопросы управления конфигурациями, как то управление секретами, включить-выключить потоки, логины, пароль и так далее. То, что на себя берут другого класса инструменты. Я забыл, какие там из популярных. Но управление конфигурацией в плане смысла как версии настройки и управление конфигурациями как логины, пароли, урлы и прочее, то, что меняется между средами точно, или даже возможность включить-выключить этот самый поток централизованно или по условию, или еще как-то, вот эта штука в плане возможности встроиться в Enterprise будет, ну, наверное, топчик. Я не представляю себе лучшего варианта, чем вот такой из реалистичных. Понятно. Что я хотел бы докинуть, естественно. Ролевая модель, разграничение полномочий. И как минимум, чтобы можно было продуктивную среду изолировать, от возможности вообще изменять в ней чего-либо. Как раз если есть конвейеры в сборке, то вообще хорошо, что у тебя там некоторый инструмент внешний управляет изменениями. А просто, соответственно, наглухо закрыть. Ну да, но это... И следующий вопрос. Да, но это к вопросу управления изменениями, конфигурациями, вот, а так еще, безусловно, мониторинг во всех его апостасиях, включая алертинг и так далее, желательное взаимодействие с всякими ITSM-системами. Я бы написал мониторинг и желательное взаимодействие. Причем мониторинг, причем как технический, ну то есть, что все работает хорошо, так и бизнес-мониторинг. End-to-end, который показывает. В процессе. То есть, как процесс работает. Да, САП со своими мониторингами, арифами и всем остальным, конечно, с набалом. И, Костя, давай, может быть, ты еще по жизненному циклу всему этому свои идеи скажешь, а то у нас сейчас через 15 минут. Ребята, как раз все прям очень хорошо сказали. Прям даже понравились. Да, тогда следующий. Я бы, Илья, знаешь что, я бы в конце сделал клиффхенгер, да, и повесил жирный вопрос следующего характера, да, то есть, когда продукты заходят куда-нибудь в компанию махровую, такую интерпрайзную, как быть с инструментами, у которых есть свои графические инструменты разработки. Точнее, как быть с продуктами, где есть свои там встроенные инструменты разработки. И вот здесь три знака вопроса, да, и это вот всем такой философский вопрос на подумать, да, потому что же с этим как раз сейчас… Лоу-код, что ли? Не один продукт. Ну да, лоу-кодные всякие там, да, даже с какими-то этими, свои лаборатории встроенные, канвасы там, что-нибудь еще. И вот здесь прям с одной стороны люди упрощают, а с другой стороны непонятно, как быть. Ну, поэтому, Леш, ты имеешь в виду, что они, эти встроенные инструменты, исключают возможность ввести заработку извне, да? Не так просто. Не так просто подключить к девокс-процедуре. Да, хорошо, понятно. Это дипкость. Я бы сказал еще… Ну, можешь еще накинуть… Да, говори. А можешь накинуть еще из пунктов. Это обучение, доступность тренинговых материалов, документирование разработок, интегрированные контекстные справки и так далее. В общем, все, что с передачей знаний и обучением. Я бы сказал, что мы описали хорошо конец жизненного цикла, да? А начало жизненного цикла, которое у нас, как бы, само собой получается, оно практически ни у кого из шин, которые мы видим, не представлено. Это… Да, алло, так слышно? Да-да, Андрей, слышно. Просто это другой слайд. Как раз вот то, о чем ты говоришь. А, у тебя отдельный есть. Первый тезис. Да, это был первый тезис, с которым бы я перешел. А как управлять всем этим зверинцем? Потому что здесь мы говорим про жизненный цикл одного продукта, а нам надо рассматривать по всем возможным. То есть он должен быть… Старт должен быть унифицирован хоть как-то, чтобы… Ну, да, но просто такого понятия даже нету. Например, тип сообщения, к которому мы привыкли, да, оно ни на что не мапится в мире тех, кто называет себя сейчас ESB. Вот. Старовать себя ESB не значит быть ESB. Я про кавку. Это да. Так, это встраивание в Enterprise GC. Я предлагаю действительно, наверное, поговорить про управление многообразием интеграционных инструментов на оставшееся время. Это, по-моему, прям вот действительно такая важная история, потому что как отпустить все и разрешить делать точка-точка, но с обязательством, ну, я не знаю, куда-то себя записать, запланироваться там, зарегистрироваться, что ты хочешь сделать вот так-то, на такой-то технологии, и то, что ты собираешься реализовать, это не антипаттерн. Да, там оно будет нормально эксплуатироваться и не сдохнет, не будет требовать подпорок из костыликов постоянно. Соответственно, задекларироваться, запроектироваться, реализоваться, а потом еще отписываться о том, что ты жив. Ты знаешь, есть как раз мнение, я тебе, как тебе скажу, оно опять-таки рождается из того, что сейчас у меня, эксплуатация идет, и то, что показывал. Решением вопроса, ну, по крайней мере, оно видно, если ты уже в конце, когда ты уже все-то деплоин, решением является то, что называется observability. По сути, все то, что я делаю, и чем сейчас занимаюсь, и куда развиваюсь в плане с клиентом, чтобы это лучше делать, это как раз шапка из трех компонентов observability, которая мониторинг, здесь мы говорим метрики, здесь мы говорим журналы, и этот, господи, третий забыл, вылетел прямо с головы. То есть вопрос того, что если что-то происходит, а, трясибилити, трясибилити третий. Если разрабатывается точка-точка, понимаю, что в интерпрайсе это называется доработка, но все потоки должны быть видны. это означает, что все, что происходит, если это точка-точка, особенно, они должны журналировать. Это означает, что если у тебя есть адаптеры, которые обеспечивают, технологии, которые обеспечивают коннективити, входящую, исходящую, их метрики, показатели должны быть тоже доступны. То есть сколько сейчас подключений, сколько сейчас передач данных, от кого. Каждый факт передачи, подключения должен быть залогирован. И вот эта публикация, эта информация, публикация, в смысле сделать ее доступной для потребления, как раз начинает закрывать вопрос того, а где вам, что нужно регистрироваться и записываться. Вам не надо. Делайте так, чтобы эта информация об обмене, информация о состоянии была прозрачно доступна. Начинайте использовать те инструменты, которые есть и постепенно встраивайтесь от одного до другого. Вплоть до, в идеале, трясибилити, который аккуратненько покрывает и вопросы бизнес-мониторинга. Когда мы начинаем говорить, а что произошло с закупочным заказом, внезапно это не только то, что через ESB с каким-нибудь фильтром прошло, но еще и все точка-точка события, которые были, они внезапно становятся доступны как набор ивентов, которые происходили, где не проходили. И всегда можно посмотреть это движение. Ну, то есть, мне кажется, что управление, вот как бы, нет, у нас, наверное, неправильное слово, да, управление, потому что в английском это будет менеджмент. Менеджмент не в плане, я буду давать им приказы, мне нужно получать информацию, чтобы исполнять какое-то управление, а для этого нужна прозрачность. И мне кажется, что в любом случае, если это будет ESB, если мы будем разрешать точка-точка, если не будет они поставлять эту информацию, делать ее открытой, доступной, ну, превратиться это реально в зоопарк, и самое худшее unmanaged, ну, то есть, неконтролируемый. Полностью согласен, но это как раз хвостик вопроса, когда мы уже внедрились, а вот Андрей действительно поднял правильный вопрос, а как запроектироваться и запланироваться, да, то есть, у нас должно быть, скажем так, первое, возможность единообразного планирования интеграционных потоков вне зависимости от технологий, да, то есть, ну, получается, сами должны озаботиться о какой-то методологии, которая будет делать возможным реализацию на разных инструментах, но в одном месте, да, в едином подходе это все планировано. Но это уже про архитектурный, этот, архитектурный тире управления изменениями, и там стековать по-хорошему было бы технологический стек, чтобы как раз избегать зоопарка, если у тебя каждое новое решение это новая технология, то это там такое количество компетенций ты должен держать, что ты просто повесишься. Я соглашусь. Эти компетенции должны либо все эти компетенции должны уже быть просто поскольку они есть и требуются для других активностей. Да, я бы на самом деле здесь... Предположим, тебе приходит новый проект, говорит, а мы интеграцию сделаем на новой технологическом стеке, и вопрос о существующих компетенциях сразу у тебя разрушается. Плюс поддерживать в компании долгое время большое количество компетенций очень тяжело, потому что люди уходят и уходят и на этом все и закончится. Ну, здесь согласен, надо на самом деле подобрать необходимое и достаточное количество инструментов, да, то есть очень скрупулезно подойти к вопросу, до каких пор мы готовы множить интеграционные инструменты и почему, да, чтобы не делать такого, что у нас на одну и ту же задачу есть два хорошо справляющихся с ними инструмента. Зачем два? Оставить один. Вот, да, здесь согласен, надо эту историю декларировать и отслеживать, вот, но я бы, наверное, еще все-таки обратился к вопросу автоматизации вот этого самого процесса управления интеграционным ландшафтом, да, я бы, наверное, написал такую штуку, как жизненно необходим ЦУП, да, если раньше это был центр управления полетами, то сейчас это должен быть центр управления потоками. Ну вот прям вот какой-то каталог, где, ну, можно взять и посмотреть, а что запланировано, а через какие технологии, посмотреть контракты, да, то есть это тоже один из пунктов, ну, нужно управлять контрактами, ну, нельзя говорить, что у меня просто труба, в которую сливаете все что угодно, там сами люди разберутся, что в этот топик писать. Ну, это не один ИБшник, не этот, как сказать, этому добро не даст и не похвалит такое решение. Вот, и вот это тоже сейчас зачастую не хватает в интеграционных инструментах как-то более капризно подходить к тому, а что через мои какие-нибудь интеграционные потоки проходят, да, вместо того, чтобы говорить, да, что, ну, вот поток есть, вот слева endpoint, вот справа там этот адрес куда опинать. Все, ждите пакетов там, либо ходите, читайте. А кто, чего, зачем, ну, сейчас как-то посерединке, скажем так, да, либо не берутся даже смотреть, что там происходит, либо вообще отказываются от каких-то трансформаций, в чем тоже все-таки до сих пор все еще есть насущность, насущная, скажем так, потребность, потому что, хоть мы живем в 21 веке, в 23 году, говорить, что у нас абсолютно все интегрируемые продукты могут прямо полностью отвечать за интегра-слой, это преждевременно. Это красивая картина будущего, в которую мы все еще не пришли. Вот, поэтому, собственно, действительно, забота о том, какие должны быть контракты, что должно через конкретные потоки передаваться, слежение за тем, чтобы это так и было. Но это действительно важная штука, по моему мнению. Андрей, может, у тебя еще были какие-нибудь... О, Андрей, наверное, нас покинул. Временно. А, какой вопрос? Я говорю, может, у тебя еще какие-то это есть замечания, там, предложения, предположения, вроде бы это? Учли необходимые штуки? Да нет, ну, все, конечно, все записано уже. Просто бизнес-активити мониторинг, это прямо такая тема, она, каждый раз мы к ней подступаем и отступаем, подступаем и обступаем. То процесс Operation Intelligence нам подарит SAP, то он его же и отберет. То BPM N подарит, то отберет. коллеги, если здесь ничего нет, предлагаю либо к другому тезису, либо закруглиться, так как мы уже начинаем выходить за регламент. Здесь я модерирую. Ну, по желанию, то есть можем пока прекратить и можем еще поговорить, если кто-то хочет высказаться. А так, конечно, мы сегодня эту тему точно никак не освоим. Это только намет. Да нет, конечно. Еще за 45 минут это можно вот по верхам только тезисы какие-нибудь пофиксировать. Может быть, кто-то хочет рассказать по выбору, какие шины понравились, какие не понравились, если у кого-то есть впечатление именно о конкретных продуктах. Либо это можем отдельную встречу сделать. Я думаю, мы все одно и то же смотрели. Давайте понравились говорить после года промышленной эксплуатации. Ну, тоже вернусь. А то сначала они все красивенькие. Китайские машины очень красивые в автосалоне. Кстати, никто на китайские продукты не обращал. Внимание никто не это не встречал. Китайские шины. Ну, мы такого не видели. Не знаю, Мадим. Да. Наверное, мы не встречались. Ну, на самом деле, я говорю, вот прям действительно мне хотелось бы отдельно, наверное, похвалить ребят из Leroy Merlin по их платформике, которые не похожи ни на что. Это прям, насколько я понимаю, абсолютно ноу-хау на микросервисах на Node.js с автоматической генерацией артефактов исполнения. То есть, это прям микросервисная реализация в Кубеле. Почему хотелось бы отдельно похвалить? Ну, потому что это вот те ребята, которые вот точно так или иначе озаботились обо всех вот этих вопросах, которые мы сегодня подсвечивали. и сбор метрик телеметрии, журналирование, мониторинги, и контракты канонические, форматы их отслеживания, их валидация отдельно от способа доставки, то есть, вот это вот абстрагирование структуры передаваемых данных от способа их передачи, и всевозможные коннекторы, и расширяемость, и чего только нет, и все это еще и слоу-кодом. Ну, то есть, я прям действительно, ну, когда смотрел на реализацию, ну, как это, не, ну, почему, можно он прям, пожалуйста, себе развернуть кубер, и все. Ну, это клауд-нейтив, да, то есть, клауд-нейтив, сейчас можно много чего делать, и самому себя собирать. Собирай кубер. Я правильно помню, у них это больше API-менеджмент системы, ну, API-GTB, чем... Не, у них есть API-менеджмент, отдельный продукт, а есть платформика. Именно... Да, я имею в виду платформику. Да, ну, платформика, она, API-менеджмент, это там отдельная задача, отдельная стоящая, а так у них именно вот прямо действительно штука для интеграции через лоу-кодные конструкции, да, то есть там точно так же есть канвас, ну, опять же, он поточечный разбитый, не один общий на всех, да, мусорка, а там отдельные, скажем так, потоки, в которых, вот, пожалуйста, бери, накидывай кубики, подключай адаптеры, декларируй структуры данных, и причем там и тебе и XML, и JSON, и CSV, по-моему, и JALT, и XLS и прочее, если надо что-то там делать, да, и опять же, расширяемость на различные варианты языков, если тебе надо сложную трансформацию делать. Ну, то есть там прям действительно такая классная штука, я последний раз смотрел буквально вот, наверное, в том месяце, они подробно показывали, там, демо-день был у нас, и вот прям их хотелось бы похвалить, они, ну, не потому что там, опять же, отдельно там какая-то взятое отношение или прочее, но так или иначе, они вот почти все вопросы, которые мы затрагивали, они на них ответили, ответили технологически, в своем решении, вот, и это прямо на сегодняшнем рынке довольно большая редкость. Алексей, подскажи, я получал, это какой продукт ты сейчас говоришь? Платформика, платформика Leroy Merlin. Ну, единственная проблема, у них нету юрлица в РФ. Вот и все, и на этом сказка закончилась. Разве, по-моему, уже есть. Они идут в эту сторону, но нет, если бы было, я бы знал. Вот это я точно могу не сказать. Формально у них команда называется LMTech, это IT.Leroy Merlin. Это формально. Это же понятно. Ну, фактически, это внутренняя IT-команда Leroy Merlin, которая написала продукт для себя, а потом они его анонимизировали, и сейчас они его коммерциализируют. По функциональности... В IngoStrahe они проект уже внедрили. По функциональности это действительно оркестратор, API Manager действительно отдельно, отдельным продуктом является. Но еще из рисков, наверное, такого интерпрайзного уровня я бы еще отметил, ну, вот, коли они от начала до конца написали все самостоятельно, да, то это практически проприетарное решение их собственное. Да. Вот. И вот если мы все здесь понимаем, что умеет Camel, да, что умеет MQ, разные сервисы, вот, то мы глядя на продукт и получив ответ, что под капотом, мы можем понимать, собственно, какого класса решения мы можем на нем реализовывать. С платформикой немножко сложнее, раз все написано с нуля, и для того, чтобы понять, что она может, нужно вот с ними долго общаться, проводить демо дни, делать самостоятельные пробные эксперименты, чтобы почувствовать, а где границы применимости точно. Вот. Ну и второй момент, да, то, что раз это проприетарщина, то, как бы, есть зависимость. Вендерлог. Вендерлог, да. И, как бы, если понятно, что в случае с SAP, IBM или Oracle, которые интерпрайз-решения для интеграции делали, как бы, в этот вендерлог еще как-то можно было пойти большому интерпрайзу, то любые команды поменьше, это будет касаться всех, не только LMTech, а всех, когда у нас, они будут с этим риском, да, как-то сталкиваться, потому что, чтобы ты, как бы ты крут не был и как бы ты не классно собрал, ну, допустим, вот набор open source компонентов, единый продукт, да, ты вот волей-неволей как бы сталкиваешься с этим риском, как вендерлог. Да, здесь на самом деле я вкину небольшую такую, скажем так, подковырку. Даже вот общаясь не столько даже с бизнес-заказчиком, а условно с своим руководством, наверное, да, с техническими специалистами внутри крупной компании. Есть обратное движение, когда отсутствует вендор и тот, кто на все твои боли ответит по твоему запросу, да, то есть вот эта четвертая линия, все очень начинают переживать. Ну, то есть люди скорее готовы взять что-то проприетарное, но знать, что на эксплуатирующей организации проблемы не закольцуются, да, что тебе не надо будет там, если ты вдруг сам собрал свой текст-тек на open-source и в кубере нашлепал интеграционных каких-то решений, вот, когда сломается что-то кэмельное, чтобы тебе не надо было лазить по всяким интернет-ресурсам и выискивать, а в чем же проблема, и что тебе надо либо попатчить, либо там в ядре кэмела руками поменять. И вот здесь бывает, да, вот есть такие ситуации, когда такое ощущение, что люди как раз наоборот хотят залезть вот в этот вендерлог, чтобы он хотя бы был какой-то, и чтобы он отвечал за все это. Ну, это действительно зависит от IT-стратегии компании, и зависимость от риска аппетита, она у каждого своя, да, вот как бы сейчас есть такие компании, которые борются за свой IT-суверенитет, да, и они имеют ресурсы, чтобы превратиться частью себя, там, половиной туловища в IT-компанию, там, это тот же, там, Сбер, какой-нибудь, ВТБ, там, X5, да, они IT-практику, потому что для них это становится IT-практика core-бизнесом, да, вот, они имеют возможность выстраивать собственные глубокие и широкие экспертизы по набору компонентов, сформировать у себя цифровые платформы, там, Cloud Native класса, да, их сопровождать, и для них как бы не проблема решения каких-то затыков, которые, с которыми столкнулись, они адресуют их своей команде, они, соответственно, как автор этого решения его делают, но для того, чтобы в это уйти, историю могут только реально гиганты, да, и которых действительно IT-это core-бизнес, на core-бизнес влияет сильно. Если брать компании, которые, может быть, даже большие, но которые не готовы играть так сильно инвестироваться в IT, да, им, конечно, легче риски переложить за счет того, что у тебя есть вендор, которому ты доверяешь. Вот, и да, глобальные вендоры были такими вендорами, да, и вот сейчас надо в России построить такую компанию, которая такое доверие получит, и найти такие доводы, да, почему этой компанией можно доверять. Это вот одна из проблем, о которой я тоже сейчас много думаю. Вот, но есть еще как бы средний и малый бизнес, да, там совсем другая история. Вот, как бы рейндж компаний, там, вот этот вот спектр компаний, он очень разный, да, IT-стратегия в зависимости от размера, типа, от индустрии, от типа, там, бизнеса очень сильно отличается, и для всех, естественно, одного красивого решения не существует. И вот идея истории вендора такого, там, интерпрайз-платформа интеграционной, нужно придумывать все эти факторы, да, как ты на каком рынке себя позиционируешь, какие, какой value proposition предлагаешь, чтобы попадать в эту цель или в аудиторию. И это ребус со звездочкой. Вот, а спасибо за замечательную, интересную дискуссию вокруг Enterprise Integration Governance. Вот как-то я больше словом governance вот этот пул вопросов привык обозначать. это действительно вещь, о которой крайне мало людей из тех компаний, которые пытаются быть вендорами, да, задумываются. Но есть такие, которые задумываются. Я видел два продукта, которые пытаются управлять вообще любой интеграцией. Даже не то, что управлять, имеется в виду, просто хотя бы описать. и например, там в одном продукте, ну мы их в чатике писали, один продукт это просто управление активами, то есть это лицензии, когда надо платить, сколько стоит, учет, что установлено. Но там достаточно был в интеграционную часть уклон, то есть как там еще связаны эти продукты друг с другом. Вот. А второе это недавно OpenMetadate кажется, мы смотрели. Там никаких лицензий нет, это не про деньги совсем, но это больше про ETL, например, что у нас есть NiFi, есть база данных, есть там API какое-то в каком-то формате, там Swagger кажется, или что-то, и просто описывается все, ведется как-то, можно навигацию сделать, смотреть, можно даже это на питоне написано, можно даже подключить сторонние всякие вещи, описать там camel в каком-то виде, но это там из коробки этого нет, и там в целом это, я так понял, не про обмен сообщениями, не про синхронные запросы, а что мы ETL куда-то передаем, там, по-моему, топики Kafka есть, еще что-то. да, это класс интеграции, который мы привыкли называть data integration, все, что мы до этого обсуждали, мы, используя саповскую терминологию, называется process integration, не в смысле инструмент PI, а в смысле категория интеграции, а это data integration, там эти товарищи, data satanist, как сказал недавно один мой знакомый коллега, напридумывали много чего, потому что они параллельно к потокам активно развивались последние все годы, и вот одна из тем управления метаданными, для того, чтобы со всеми этим огромным количеством разнообразных источников данных работать, как-то валидировать их, сопоставлять, извлекать оттуда что-то полезное, сравнивать на одинаковости и прочие вещи, которые в data science важны и нужны, чтобы потом какими средствами email это все обрабатывать, там у них много всего появилось, в том числе, что можно использовать для governance, и вот управление метаданными, это один из таких ключевых блоков, которые у них есть, и для них есть специальные уже и стандарты, и разные инструментарии, прям такие серьезные, которые это делают, есть там набор разных инструментов, вот на это дело тоже надо смотреть, потому что если мы говорим про какой-то enterprise уровень, самый высокий управление всей интеграцией, то в какой-то момент времени вот эти вот все process integration, data integration, интеграция устройств, они все постепенно с точки зрения пересечения все сильно и сильно пересекаются, вот, и если раньше граница между, сейчас конкретный пример, между data services и process orchestration, они как бы были такие немножко размытые, потому что одну и ту же задачу можно было двумя инструментами решить, но понятно хотя бы в каком случае чего выбирать, то вот сейчас как бы вот эти все границы с учетом того, что data integration тоже бурное развитие идет, оно все становится еще более размытыми, множество инструментов еще более пересекаются, и вот в какой-то момент времени я думаю, что наша экспертиза как процесс интеграторов, да, должна сильно трансформироваться, и на самом деле если говорить про какой-то продукт будущего, да, какого-то вот такого большое, крутое, светлое, да, вот это, наверное интеграционная платформа следующего поколения должны границы наверное полностью размыть и интеграцию любых задач как-то едиными инструментами, едиными методиками, едиными средствами разрабатывать, поддерживать, эксплуатировать, вот так это как-то должно выглядеть. На самом деле больше данные виртуализируются.